дальше по смене да то есть например хотите заголок у меня да вот это находится все в одном месте вы переходите вот здесь вот ссылка наверху компоненты grid box у вас конструктор называется здесь вот второй заходим вот здесь вот главная страница у вас две страницы всего главное вот политика то есть если политику вдруг надо сменить внести изменений значит туда заходим вот давай сначала главное то есть по главной кликайте в новой вкладке браузер откроется вот так сайт то есть эту он как бы сейчас в режиме редактирован находится он похож вроде как здесь вот как фронтальная но здесь ситуация что здесь вы можете наблюдать разные шестереночки это как раз управление разными областями сайта что просто прописать от руки заголовок сменить вы просто видите мышку навожу вот сюда и у меня уже курсор меняется на такую палочку до что за типа я могу вопрос зажать левую кнопку мыши выделить и он удалится если я сейчас начну набирать что-нибудь то есть прямо с клавиатуры прямо отсюда если как-то более его надо так глубоким так сказать настроить заголовок как-то более тонко то вы наводите вот в центр заголовка есть такая зеленая шестеренка на воде на котором мышь появляется вот тут карандашку заходите открывается такой редактор вот я даже мышка могу в области так водить за шапку вот он заголовок здесь просто удаляйте пишите свой все здесь больше ничего надо но только если там вдруг еще вдруг потребуется там размер поменять то это все в дизайне вот сюда дизайн и вот он размер по-русски написано вот 40 40 пикселей то есть вот за ползунок просто двигая влево вправо вот он видите здоровый стал вот просто не сохраняйте эти данные они не применятся то есть вот вот они большие как бы размер ну то соответственно дальше уже по аналогии понимаете межбуквенный интервал там вот ниже все вот изменили данные решили так оставить вот здесь в углу сохранить как только сохранили все на сайте будет применяться но только надо кэш будет чистить чтобы там увидеть что работа ну как бы вот так заголовок то же самое под заголовок у нее своя шестеренка вот все то же самое здесь здесь немножко по-другому здесь редактор еще есть наверху то есть выделить б это жирный наклон там подчеркнуты цвета здесь вот в палитре цвета есть если надо там ну короче выделить или весь текст покрасить или часть текста в общем это думаю здесь по понятно да с какие еще могут быть правки вот задний фон фотографию поменять да на заднем фоне вот получается фиолетовая шестеренка это все для бэкграунда то есть задний фон это внизу тоже за касается то есть второй экран у него и просто заливка цветом идет это тоже вот здесь карандашик то есть вот фиолетовый навожу карандаш фон а вот изображение они здесь не надо вот ниже вторая позиция это открывается медиа короче редактор чтобы фотографию новую закинуть надо сначала с компьютера выбрать ее то есть вот тут такая стрелка загрузить файл и вот открывается окно это уже с компьютера выбирайте то есть картинку и открыть и она загружается сначала на сайт она вот здесь ниже появится вы его так выделяете появляется плюсик то есть которого загрузили вот она здесь появится до плюс нажали все она на задний фон поместил здесь надо понимать что картинка должна быть большой то есть фуфу лужди не меньше 1920 на 1080 пиксель вот такая примерно вот и получается она вот у вас который сейчас стоит она набить и bg то есть сократил это бэкграунд бэкг 1 бэкграунд 1 вот это понятно что это она на сзади стоит сейчас вот но я не буду углубляться я такие базы вам показывать до чтобы поменять картинки вот дальше то же самое заливка это вот нижний блок тоже фон это только здесь выбран цвет не картинка вот а именно цвета цвет он вот он вот он цвет вот я сейчас смотрите ведь поменялся он вот он меняется да просто я не буду сохранять и это не применится соответственно если здесь поменять надо будет картинку то просто видите навожу на каждую картинку да я думаю здесь уже вы по аналогии дальше удобно сделано размер его 200 пикселей у нее у каждой вот картинка вот карандашик напротив заходим прям по изображению вот здесь это может быть будет трудность непонятно что-то делать надо вот прям вот сюда вот кликнуть имидж где написано прям сюда вот он тот же самый медиа менеджер опять же с компьютера загружаем она сюда загружается вы выбираете и плюс и она заменяется на потом вот галочку здесь нажимаете она заменяется вот вместо той все она здесь просто так но про закрываете и сохранить также ниже текст здесь давайте я обновлю чтобы этот коричневый ними не мешал ну то же самое вот он карандашик на каждом тексте вот он вот здесь меняется но только здесь надо понимать момент если текст здесь вдруг меняете у вас здесь есть маленький момент здесь иногда текст он идет некрасиво делится на вторую строчку то есть например где-то делится одно слово и чтобы управлять и на вторую строчку помещать тот текст который нужно здесь просто надо понимать момент такой есть вот есть тут такая кнопка источник это как бы но html разметка то есть здесь после какого слова надо чтобы например профессиональные а звук и тех и свет звук и свет вниз на вторую строчку ушел то есть перед профессиональным надо вставлять вот такой вот так он называется видите бр это это перенос строки не звать то есть он ставится вот так вот то есть получается скобки такие бр и как бы все вот эта коса черта она автоматически подставляется здесь то есть после сохранениями из естественно ну тут уже более сложно так это если если что там ну также со мной свяжитесь там мелкие какие-то правки я внесу вот как только здесь внесли изменения обратно на источник все то есть это уже текста он применяется закрываете сохраняйте здесь как бы здесь вот такие моменты нюансы но здесь дальше по галереи если вдруг заменить за галереей да тоже может быть момент вот видите у нее шестеренка вот здесь по центру галерей находится в зеленая тоже карандаш вот они все видно здесь их здесь напротив вот наводите мышц на напротив каждый есть карандаш это значит каждую надо будет заменить то есть в карандаш также по имидческой кликаем загружаем с компьютера новую выбираем ее здесь например вот она и плюс все она за заменится вот такой окно появится здесь галочку нажмете все она заменилась как бы ну вот так вот меняется галерея дальше с карты но думаю тут на нибудь никаких вопросов что-то что-то меня там я вряд ли не перейдя да здесь внизу но тоже здесь то же самое практически все как бы и вот эти шестереночки все тут как бы социальные кнопки если там добавить просто вот здесь вот и две добавлены по плюсу добавляется еще одна но тут надо иконку найти например в к новой к есть одноклассники то есть например вот по-английски надо обязательно писать то есть я пишу ок нет я не к я постал ок вот она вот выбираем и появится но она как вот выбираем вот она появилась надо потом зайти в карандаш и добавить ссылку на страницу она да и открыть нормально состоит ссылку добавили как только добавить ссылку вот эта кнопка сохранить будет активный она загорится зеленый нажимаете сохранить все и будет вот уже даже в иконку уже вот здесь вот видно что одноклассники если удалить надо вот корзинка все удалился опять осталось только две у вас ну как бы такие моменты думаю здесь вот по что еще может быть что что и какой вопрос возможным что-то по вас есть в принципе это все я пока ничего менять не собираюсь пока вроде да сам са да самое главное зайти в админку вам чтобы знали как или элементарно сменить текст там вдруг что-то появится сохранить значит когда все сохранили вот эту вкладку вам тут просто в область записи не попадет она она в закрывал с крестиками закрыл политика то же самое вы просто кликайте открывается новая вкладка у вас а вот грузится вот она просто текст здесь то есть найти надо его вот здесь но можно и так прям вот выделить и уже можно набирать уже слово заменится если глобально то надо вот эту шестеренку найти то есть опять же вот если я выделил вот так шестеренку вы не увидите ее не будет надо короче смотрите вот шестеренка не появляется в пустом месте в области вот здесь кликнуть рядом с текстом и заново мышку навести так сейчас вот она это если надо зайти вот именно глобально вот здесь вот так же можно вот так вот отодвинуть чтобы видно был вот он текст это если удобнее править отсюда на какие-то правки например вносить там вот внесли правки окно закрыли нажали где сохранить все данный применить но вот как бы так вот думаю что она для первого видео думаю достаточно будет если что тогда все вопрос если нет у вас да 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 я тогда тогда связь прекращаю и запись я вам скину в течение получаса на почту на почту все хорошо спасибо большое ага да до связи спасибо за работу до свидания да Субтитры сделал DimaTorzok